Праздничный репортаж Между тем, в официальном документе серьезной организации под названием «Федеральное государственное бюджетное учреждение администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики» бесхозный корабль в этих документах вполне официально числится на пассивной позиции в акватории. Юрслан стоит на точке «Западный рейд-70». Прибыл сюда 3 мая 16-го с Восточного рейда 26 в примечании одно слово – «задержан». Задержан-то он задержан, только держаться на плаву, похоже, уже не может. Пока рядились-дорешали с буксировкой, пришлось устраивать спасательный аврал. В соответствии с принятыми решениями на комиссии по чрезвычайным ситуациям, работы проводит морская спасательная служба. В соответствии с принятыми решениями судебные приставы организовали работу организации подрядной, которая сегодня проводит откачку воды. И вы посмотрели, это достаточно успешно. В 8 часов, когда мои люди прибыли к объекту для проверки, в каком он находится состоянии, состояние было критическое. Еще было часа, и корабль просто пошел ко дну. Иллюминаторы все были в воде, нижняя кромка, нижний ряд иллюминаторов. От верхней палубы в корме оставалось 10 сантиметров, от льда до верхней палубы 10 сантиметров. Если бы верхняя палуба ушла в воду, то корабль было бы уже не спасти. Мы вооружили средства водотлива, которые у нас были с собой, и начали производить откачку. В процессе работы задействовано было 6 мотопом. Где-то в районе 3 часов нам удалось стабилизировать положение. Откачка не помогла, корма ушла под воду. Понадобилось рисковать. Отправили водолазов заделывать пробоины и ставить заглушки на иллюминаторы, которые полопались во время пожара. Вот это водолаз поставил. И сразу, да, и сразу судно начало всплывать. Еруслан спасали 20 человек. Наш корреспондент Нелли Булатова тоже заглядывала в машинное отделение, когда ситуация стала более-менее безопасной. Мы находимся в машинном отделении Еруслана. Вода здесь была по вот эту отметку. Сейчас ее откачали и продолжают откачивать. Еруслан почти восстановили на прежнее место. Что будет с ним дальше, решит администрация. От звуки этих бюрократических расприй, а кто за что отвечает и кто будет платить за устранение угрозы, слышим прямо на месте, у гибнущего сухогруза. За судно отвечают судебные приставы. Вот оно, вот мы сейчас находимся на территории иностранного государства. Вот оно на ответственном хранении судебных приставов. То есть судебные приставы должны подыскать того, кто будет убирать это судно и определять его дальнейшую судьбу. В правовой истории с Ерусланом черт ногу сломит. Тут и международное право. Еруслан ходил под флагом Кабоджи, его арестовали в Японии. И трудовой кодекс. Арест за долги судовладельца перед экипажем по выплате заработной платы. Теперь явные вопросы с применением природоохранного законодательства. И уже напрашивается и уголовное, как минимум по фактам мародерства и поджога. За ним должны были следить судебные приставы. Но постовой службы приставы не несут. Поэтому по льду к Еруслану пришли мародеры. Бюрократически ситуация понятна. Ни приставы, ни портовые власти, ни морская спасательная служба не имеют средств и статей расходов по буксировке судна. Но вот если постоялец пункта Западный рейд 70 затонул бы, юрисдикция тут же изменилась бы. Утопление судна – это уже техногенная авария, значит, дело МЧС. Слава богу, что в этом перекладывании ответственности возобладал здравый смысл, и Тихоокеанский флот прислал свой буксир ледового класса. Все-таки оттащить металлолом к берегу, пока он на плаву всяко дешевле, чем вбухивать потом колоссальные средства на водолазные и понтонные работы. А ведь могло дойти и до этого. Субтитры создавал DimaTorzok